Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 сентября. Житие святого Петра, прежде бывшего мытарем. В Африке жил один жестокосердный и немилостивый мытарь по имени Петр. Никогда он, не пожалев ни имущих, не имел в уме в своем помышлении о смерти, не ходил в Божьей церкви, сердце его всегда было глухо к просящим милостыню. Но благие человеколюбивый Бог не хочет смерти грешников, а заботится о спасении всех и неисповедимым своим промыслом спасает каждого. Он и этому Петру явил свою милость и спас его следующим образом. Однажды нищие убогие, сидевшие на улице, стали хвалить лиц, относившиеся к ним с милосердием, молились за них Богу, а не милостивых укоряли. Беседуя так, они заговорили и о Петре, рассказывали о том, как он жестоко поступает с ними, стали спрашивать один другого, получил ли кто когда-нибудь какую нилю милостыню из дома Петра. Когда же не нашлось такого человека, один из убогих встал и сказал, «Что вы дадите мне, если я сейчас пойду и спрошу у него милостыню?» Уговорившись, они собрали залог, а тот нищий, отправивший, стал у ворот Петра. Вскоре Петр вышел из дома. Он вел осла, навьющенного хлебами, для княжеского обеда. Нищий поклонился ему и стал громко просить милостыни. Петр схватил хлеб, бросил его в лицо нищему и ушел. Подхватив хлеб, нищий пришел к своим брособратьям и сказал, «Из рук самого Петра я получил сей хлеб». При всем он стал прославлять Господа и благодарил его за то, что Петр так милостив. Спустя два дня мытарь расхворался так сильно, что был близок к смерти. И вот ему представилось видение, будто он стоит на суде и на весы кладут его дела. На одной стороне у весов стояли смрадные злые духи. По другую же сторону весов находились светлые и благообразные мужи. Злые духи принесли все злые дела, какие совершил Петр мытарь в течение всей своей жизни, самых юных лет, и положили их на весы. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, которое можно было бы положить на другую сторону весов. Поэтому они были печальны и с недоумением говорили друг другу, «Нечего нам положить на весы». Тогда один из них сказал, «Действительно, нам нечего положить, разве только один хлеб, который он подал ради Христа два дня тому назад, и то лишь по неволе». Они положили тот хлеб на другую сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону. Тогда светлые мужи сказали мытарю, «Ступай, убогий Петр, и прибавь еще к всему хлебу, чтобы не взяли тебя бесы и не повели бы на вечную муку». Придя с тебя, Петр стар размышлять о всем и понял, что видено им было не привидение, но истина. При всем он вспомнил все свои грехи, даже те, о коих он уже забыл. Ясно представились ему все его согрешения, их-то именно злые демон собрав клали на весы. Тогда Петр, удивляясь, подумал, «Если один хлеб, брошенный мною в лицо убогого, так помог мне, что бесы не могли меня взять, то насколько более щедрая милость и неотворимая с верою и усердием помогает тем, кто не скупясь раздает свое богатство убогим». И с тех пор он сделался в высшей степени милости, так что даже не посидел самого себя. Однажды он шел в свою мытницу, это место, где собирались пошлины или подачи. На пути встретился ему один владелец корабля, он был нагр, и последствия гибели своего корабля он обеднел совершенно. И вот человек этот, припав к ногам Петра, просил его дать ему одежду, чтобы он мог прикрыть ноготу свою. Петр, сняв с себя прекрасную и дорогую верхнюю одежду, и дал ему. Но тот, стыдясь ходить в такой одежде, отдал ее для продажи одному купцу. Петр, возвращаясь из своей мытницы, случайно увидел, что одежда та вывешена на торжище для продажи. Это так сильно опечалило его, что, придя домой, он не хотел даже вкусить пищи. Но затворился, стал плакать и рыдать, говоря, «Бог не принял моей милостыни, я не достоин того, чтобы убогий имел память обо мне». Платья и скорбя таким образом, он немного уснул. И вот ему представился некий благообразный муж, сиявший светлее солнца. На голове у него был крест. Одет он был в ту самую одежду, которую Петр отдал разорившемуся владельцу корабля. Этот муж сказал Петру, «О чем ты, брат Петр, скорбишь и плачешь?» Мытарь же отвечал, «Как мне не плакать, господин мой, если я даю убогим из того, что ты дал мне, а они данное им снова продают на торжищах». Тогда явившийся сказал ему, «Узнаешь ли эту одежду, которую я ношу?» Петр же отвечал, «Да, владыка, узнаю, она моя, ей я одел на голо». Явившийся сказал, «Перестань же скорбеть, ибо одежду, данную тобою нищему, принял я и ношу ее, как ты видишь. Хвалю тебя за доброе твое дело, ибо ты одел меня погибающего от холода». Проснувшись, мытарь удивился и возревновал о жизни неимущих, говоря, «Если убогие то же, что Христос, то клянусь Господом, я не умру, пока не сделаюсь одним из них». Тот час он раздал нищим все свое имение и освободил рабов, оставив лишь одного из них. Этому же рабу он сказал, «Я хочу сообщить тебе тайну, храни ее и повинуйся мне. Если же не сохранишь тайны и не будешь мне повиноваться, то знай, что я продам тебя язычникам». На это раб отвечал ему, «Все, что повелишь ты мне, господин, я должен сделать». Тогда Петр сказал ему, «Пойдем во Святой Град, поклонимся животворящему гробу Господню, и там ты продай меня кому-либо из христиан, а вырученные от продажи деньги дай убогим, тогда и сам будешь свободным человеком». Удивился раб такому странному намерению своего господина. Он не хотел повиноваться ему и сказал, «Идти с тобой во Святой Град я должен, так как я твой раб, но продать тебя, господина моего, я не могу». И этого никогда не сделаю. Когда Петр сказал ему, «Если ты не продашь меня, то я продам тебя язычникам, как уже говорил тебе». И они отправились в Иерусалим. Поклонившись святым местам, Петр снова сказал рабу, «Продай меня, если же ты не продашь меня, то я продам тебя варварам в тяжкое рабство». Видя такое непреклонное намерение своего господина, раб должен был повиноваться ему даже против своей воли. Встретив одного известного ему богобоязненного мужа, серебряника ремеслом по имени Заила, раб сказал ему, «Послушай меня, Заил, купи у меня хорошего раба». Серебряник же отвечал, «Брат, поверь мне, я обнищал та, что нечем заплатить за него». Тогда раб предложил ему, «Займи у кого-нибудь и купи его, ибо он очень хорош, да и Бог благословит тебя за него». Поверив его словам, Заил взял у одного своего друга тридцать золотых и на эти деньги купил Петра у его раба, не зная, что Петр, сам господин раба того. Последний, взяв деньги за своего господина, удалился в Константинополь и никому не сказав, что он сделал, деньги тебе раздал убогим. С этого времени Петр стал служить у Заила. Ему пришлось делать то, к чему он ранее не привык. То он работал на поварнии, то возил навоз из дома Заила, то копал землю в винограднике. Этими и другими тяжелыми работами он в своем безмерном смирении изнурял свою плоть. Заил же видел, что Петр не сводит благословения на его дом, как некогда дом Пантифара получил благословение из-за Иосифа. Видел он, что богатство его умножилось, поэтому и возлюбил Петра и в то же время, видя его необыкновенное смирение, чувствовал уважение к нему. Однажды он сказал ему, Петр, я хочу освободить тебя, будь моим братом. Петр же не хотел свободы, но предпочитал служить в образе раба. Часто можно было видеть, как другие рабы ругали его, иногда даже били и всячески оскорбляли его. Он же терпеливо переносил все это, не произнося ни слова. Однажды Петр увидел во сне лучезарного мужа, некогда явившегося ему в Африке, в его одежде. Этот, имея теперь в руке тридцать золотых, сказал ему, «Не скорби, брат Петр, ибо я сам получил деньги за тебя. Потерпи до времени, пока тебя не узнают». Спустя несколько времени из Африки пришли поклониться святым местам некоторые сребропродавцы. Зайл господин Петра пригласил их к себе в дом на обед. Во время обеда гости стали узнавать Петра и говорили один другому, «Как этот человек похож на Петра, мытаря?» Услышав их разговор, Петр стал скрывать от них свое лицо, чтобы они окончательно не признали его. Однако они узнали его и начали говорить хозяину того дома, «Мы хотим сказать тебе, Зайл, нечто важное. Знаешь ли ты, что в дому у тебя слушает великий муж Петр?» В Африке он был весьма видным человеком, освободил всех своих рабов. Князь сильно опечатлен и жалеет, что Петр оставил нас, поэтому мы возьмем его с собою. Находясь за дверями, Петр слышал все слова, поставив на землю блюдо, которое он нес. Он поспешил к воротам, чтобы убежать. Превратник был нем и глух с самого рождения своего, так что лишь по известным знаком отворял и запирал ворота. Святой Петр, торопясь выйти, сказал немому, «Ибе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа, открой мне немедленно двери!» Тогда отверзость устанем ему, и он сказал, «Хорошо, господин, сейчас открою!» С этими словами он сейчас же отворил ворота, и Петр поспешно ушел. Тогда бывший немой пришел к своему господину, и в присутствии всех стал говорить. Все бывшие в доме удивились, когда услышали, что он говорит. Подчас все стали искать Петра, но не нашли его. Немой же сказал, «Смотрите, не убежал ли он? Знаете, что это великий служитель Божий. Когда он подошел к воротам, то сказал мне, «Во имя Господа Иисуса Христа тебе говорю, открой ворота!» Я тотчас же заметил исходящий из уст его пламень, который коснулся меня, и я стал говорить. Все немедленно отправились по следам Петра, но не настигли его. Всюду старательно искали его, но не нашли. Тогда все в доме Заила возрыдали и говорили, «Как это мы не знали, что он такой великий служитель Божий?» И прославляли Бога, имеющего многих сокровенных рабов своих. Петр же, убегая от человеческой славы, скрывался по тайным местам до самого своего представления. Он скончался в VI веке в Старьграде. «Слава Господу вовеки! Аминь!» Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok